Карагандинский технический университет имени Абалкаса Сагинова, кафедра строительные материалы и технологии. Лекция по дисциплине «Искусственные строительные конгломераты» на тему «Теория искусственно-строительных конгломератов», «Теория структуры образования и оптимизации структуры искусственно-строительных конгломератов», Общая теория отвердения матричных веществ искусственно-строительных конгломератов Для студентов образовательной программы производства строительных материалов, изделий и конструкций Ректор Абишева Алина Сериковна Основные процессы технологии строительных материалов Технология – наука о процессах и способах переработки используемых сырьевых продуктов Химическая технология – наука о методах и процессах химической переработки сырья Строительные материалы и изделия Основными элементами технологии являются сырье, энергия и аппаратура Эти элементы тесно взаимосвязаны и обусловлены экономикой Состоянием и уровнем научно-технического потенциала Сырьем служат исходные вещества или смеси различных веществ, состоящие из двух или большего количества компонентов Которые поступают в переработку для получения определенной разновидности строительного материала Чаще для этих целей используют природное сырье Оно добывается из недр земли или из ее поверхностных слоев Являясь в основном неорганическим материалом В меньших размерах для этих целей применяют органические природные вещества А также побочные продукты промышленности, сельского и лесного хозяйства Неорганическое сырье подразделяют на неметаллическое и металлическое При производстве строительных материалов преимущественно применяют неметаллическое При изготовлении металлических строительных изделий и конструкций металлическое сырье Из неметаллического природного сырья чаще используют горные породы и породообразующие минералы Особенно оксиды, силикаты, карбонаты и другие сравнительно однородные по составу и свойствам природные вещества Из органических природных видов сырья следует отметить каменные и бурные угли Нефть, растительные вещества, торф и вещества, как правило, неоднородные По своему составу и содержанию различных соединений углерода, вещества В качестве сырья используют и побочные продукты от других производств Шлаки металлического процесса, залу от сжигания каменного угля и кокса и другие Особенно много побочных продуктов возникает при производстве минеральных строительных материалов Сырьевые природные продукты и техногенное сырье используют в производстве строительных материалов и изделий После их предварительной обработки, составляющие важнейший этап подготовительных работ в технологиях При изготовлении строительных материалов и изделий Сырье подвергают комплексу механических, химических, физико-химических, тепловых и других воздействий В результате реализации и определенной последовательности этих технологических воздействий Сырье либо изменяет только форму и размеры частиц вещества Получает большую однородность и очищается от загрязнений Либо претерпевает существенные изменения состава, внутреннего строения и качественных характеристик Каждая разновидность строительных материалов и изделий нуждается в специфической технологии Последнее выражается своим регламентом, параметрами режимов, минимальным размером затрачиваемой энергии и сырьевых ресурсов Настяжением экономически эффективных результатов и высоких показателей качества готовой продукции Необходимо соблюдение непрерывности технологического процесса, хотя иногда может оказаться более целесообразной и периодичность, особенно в химической технологии Под структурой или внутренним строением строительных материалов, как и других физических тел, понимают пространственное расположение частиц разной степени дисперсности Находящихся в устойчивых взаимных связях с определенным порядком сцепления их между собой В понятие структуры входит, кроме того, размер и расположение пор, капилляров, поверхности раздела фаз, микротрещин и других элементов В структуре искусственно-строительных конгломератов имеются микродисперсная и макродисперсная части Под микроструктурой подразумевается расположение, взаимоотношения, взаимосвязь различных или одинаковых по размеру атомов, ионов и молекул Из совокупности которых слагаются вещества в определенных агрегатных состояниях Сформировавшееся атомно-молекулярное строение, находящееся в относительно устойчивом равновесии, предопределяет макроскопические особенности материала На макроскопическом уровне также устанавливается в той или иной мере устойчивое расположение, взаимосвязь и порядок сцепления макромолекул Их скоплений, кристаллов, кристаллических обломков и ростков аморфных и других сравнительно крупных частиц и элементов, составляющих материалы, а также соотношение компонентов, фаз и поверхностей раздела Более сложной материальной системы Основной формой расположения микрочастиц в пространстве является кристаллическая решетка Каждому типу связи соответствует свой характерный тип кристаллической решетки А именно, ионная решетка, молекулярная или поляризационная решетка, формирующаяся с помощью водоросольных сил Атомная срезка, выраженная ковалентной связью Металлическая решетка с водородными связями Особенностью твердых тел является взаимосвязь или корреляция положений соседних атомов с ближними и дальними порядками В кристаллических решетках дальний порядок Располагается на большие области, а ближние на окружение данного атома В реальных условиях у кристаллов обычно имеются отклонения от идеальной геометрической формы Вследствие ряда побочных явлений в процессах отвердевания Твердые вещества, не обладающие кристаллической структурой, относятся к аморфным Самый распространенный представитель аморфных тел – стекло Беспорядочное расположение атомов и молекул в аморфных телах усложняет их структуру Они нередко судят по некоторым косвенным показателям Так, например, аморфные вещества при нагревании, в отличие от кристаллических, способны плавиться постепенно Не имея определенной температуры плавления Они обладают изотропностью, то есть одинаковыми свойствами во всех направлениях Упорядоченность расположения частиц наблюдается только в небольших элементах объема В этих зонах структура именуется как кристалличная Между кристаллами, занимающими микрообъемы, находятся прослойки полностью аморфного вещества Аморфные вещества